Добрый день, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал! Всем привет из солнечной Канады! Действительно, очень выдался солнечный день, я не удержалась. Решила поснимать вам немножко нашей осени, тем более, что на носу славный праздник Хэллоуин. Я надеюсь, что выложу это видео именно в день Хэллоуина. И некоторые вещи, которые я снимала в этот день, в частности, как украшают дома наши соседи, и я надеюсь, что придутся к теме Хэллоуина. Очень кстати. Ну, слабонервных, прошу отойти от экранов. Я не шучу, на самом деле, потому что там такие ужастики. Я показывала этот дом в прошлом году, но, по-моему, издали. А в этом году я решила подойти поближе и поснимать поподробнее все те ужасы, которые выставили наши соседи. Очень, кстати, милые и приятные люди, не замечены ни в каких злодеяниях пока что. Но, во всяком случае, то, как они украшают свой дом перед Хэллоуином, если это можно называть украшением, наводит меня на какие-то мысли о том, что не все в порядке в этом Датском королевстве. Хотя, конечно, не надо относиться к этому серьезно. Это просто шутка. Это просто традиция. Не во всех странах ее придерживаются так свято, как в Америке и в Канаде. Здесь Хэллоуин – это такой праздник-праздник. Давайте посмотрим поближе. Я, наверное, даже помолчу, потому что, ну, что тут скажешь? Ужас ужасный. Еще раз повторюсь, слабонервных прошу не смотреть и прошу не относиться к этому очень серьезно. Это, в общем-то, такая местная шутка юмора. Немножко черного юмора, но, тем не менее, это юмор. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну что, насмотрелись ужастиков. Я надеюсь, что вы еще здесь, вы еще со мной. Поэтому продолжаем наше видео. Я вам показываю, что не все такие кровожадные соседи у нас, а есть такие очень милые, добродушные люди, которые, соблюдая как бы спирит Хэллоуин, то есть дух Хэллоуина, но тем не менее, украшают свои дома вот в таком, ну скажем так, child-proof манере, то есть разрешенном для детей, потому что вот предыдущие украшения, наверное, детям лучше не показывать. А вот это вот очень такое милое, добродушное украшение, которое, в общем-то, можно показать детям, улыбнуться и расслабиться немножко. Ну и немножко покажу вам нашей осени. У нас потрясающе красивая осень. Ну вот честно, в этом году как-то странно. У нас обычно все деревья окрашиваются в красные, в желтые цвета одновременно. Это безумно красиво, такое разнообразие цветов. Причем вот, кстати, очень-очень красивая осенняя роза. Я не могла пройти мимо, чтобы не снять ее. Прям порадовало мое сердце. Так вот, обычно деревья окрашиваются в разные цвета. От желтого, оранжевого, ярко-красного. Прям такого, знаете, кроваво-красного цвета. Опять же говоря, о Хэллоуине. А в этом году, видите, очень много деревьев еще зеленые стоят. То есть вот некоторые деревья окрасились в такой действительно ярко-красный цвет, а некоторые до сих пор зеленые. Вот, например, это дерево вообще наполовину красное, наполовину зеленое. Это так странно. Обычно в это время, в Хэллоуин, уже, в общем-то, деревья-то листья даже облетают. Уже стоят голые ветки, уже почти нет листьев на деревьях. А в этом году еще достаточно много листьев даже зеленых. То есть, в общем-то, лето как-то не уходит. Хотя погода, конечно, похолодала у нас. И уже, в общем-то, совсем не тепло. Ну, в хорошие дни бывают там градусов 15-16 днем. А в не очень хорошие так и 8, и 9. А ночью так вообще уже где-то к нулю стремится температура. Так что, в принципе, у нас похолодало. Но, тем не менее, вот деревья стоят зеленые. Это очень странно, как-то необычно. Но бывает, знаете, природа, она такая разнообразная. И каждый год в зависимости от погоды и от климата, видимо, от изменений климата и от того, насколько теплым было лето, насколько теплой была осень. Вот расцветка листьев меняется не одинаково, не одновременно. В общем-то, как бы каждый год это по-другому. Хотя примерно в одни и те же числа. Ну, вот снова тыквы, снова украшения домов. До сих пор еще у нас стоят тыквы. Видите, осенние цветы. Очень мне понравилась эта входная группа, так сказать. Очень красиво они украсили. Так, знаете, лаконично, но очень красиво украшен вход в дом. Я, кстати, когда снимала этот дом, то подъехала хозяйка дома как раз на машине. Остановила машину на драйвее на своем. Вышла, так посмотрела на меня, что я фотографирую дом. Я объяснила ей, что очень красиво, мне очень понравится. Она распылась улыбки, была очень счастлива и довольна. Так что мы расстались мирно. Но вообще канадцы не любят, когда снимают их дома. Как бы, собственно, для чего? А что такое? Что происходит? Так что пришлось мне объяснить мои намерения. Но все закончилось хорошо и благополучно. И еще немножечко вам прекрасной, красивой осени, красивых, ярких красок. Все, люблю, целую. Увидимся в следующем видео. Не пропустите мои следующие видео. Примерок из Юникло. Оно выйдет в понедельник. Пока-пока. Всем привет из Канады, из солнечной Канады, из солнечной осенней Канады. И счастливого Хэллоуина. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok